Всем привет! Меня зовут Иванов Кирилл, я архитектор Positive Technologies. Сегодня вам расскажу про требования по безопасности в архитектуре приложений, а именно о том, как их формулировать, как с ними работать, как, собственно, проектировать согласно ним. Ну и практически ничего не расскажу вам про кодирование, немножко не про это будет. Собственно, давайте вспомним цикл жизни программного обеспечения. Он начинается с требований, продолжается анализом и проектированием, затем все поступает в разработку, тестируется, выходит в релиз и улетает в поддержку. Начнем, собственно, с самих требований. Что это такое, с точки зрения архитектуры в частности? Есть такой термин – архитектурно значимые требования. По сути, это требования, которые влияют и формируют архитектуру нашего приложения. Они состоят из четырех основных компонентов. Это функциональные требования, которые отвечают на то, что именно делает ваше приложение, чтобы там достигать какого-то там бизнес-успеха, к примеру. Нефункциональные требования, их же еще называют атрибутами качества приложения, они уже отвечают на вопрос, а как вы это делаете? То есть не что, а вот именно как. Вот. Также ограничения влияют на нашу архитектуру. Под ограничениями может пониматься очень много вещей. То есть это, допустим, какие-то… Если вы пишете там какой-нибудь софт для банка, для какого-нибудь крупного энтерпрайза, подчиняется каким-то регуляторам, они вам выдвигают требования. Эти требования попадают в ваши ограничения. Допустим, у вас там есть только команда разработчиков на Java, других вообще разработчиков нанимать не будут. Понятно, на чем вы будете писать, да? На чем вы будете строить свою архитектуру. Допустим, у вас есть какие-то практики, наложившиеся работать с каким-то платформой в вашем организации. Ясно, какую платформу вы выберете. Это все ограничения, которые тоже влияют на вашу архитектуру. Ну и, естественно, требования жизненного цикла ПО. Никуда мы не денемся. Мы должны разрабатывать, тестировать, CI какой-нибудь строить, деплоить это, поддерживать. И все это тоже накладывает некоторые ограничения на то, чьи требования выдвигают, как вы это будете делать. Соответственно, если мы говорим про требования по безопасности, они могут быть везде в целом. То есть это может быть и функциональное требование вашего приложения. Если вы пишете что-нибудь типа сканера в уязвимости или еще что-нибудь, подобное. Нефункциональные требования прямо содержат требования по безопасности в себе. Ограничения, как я говорил, если у вас есть какие-то от регулятора требования, вы будете их применять, либо стандарты, которые вам надо применить. Ну, в жизненном цикле редко. Я буду говорить в основном про нефункциональные требования, потому что они применимы ко всему спектру приложений. Какие нефункциональные требования бывают вообще? Вообще их очень много. Но вот самые важные я выделил – это производительность, доступность, надежность, удобство использования, легкость изменения, собственно, безопасность, про которую мы сегодня поговорим, тестируемость, масштабируемость, ну и прочее, прочее, прочее. Также еще требования держат на одноразовые, то есть это те, которые один раз сформулировали, разработали это дело, ну и можно забыть. Например, мы хотим, чтобы в нашем приложении пользователь вводил логин, пароль и тем самым аутентифицировался. Все, разработали, забыли, работает. Есть постоянные требования, которые вам надо учитывать при каждом нововведении. То есть, допустим, вы хотите делать валидацию какого-нибудь ввода данных через веб-опи. Каждый контракт, каждый контроллер, который вы будете добавлять, вы вынуждены добавлять эту валидацию и поддерживать это требование. Надо еще отметить, что это также применимо не только к разработке кода, как я говорю, но и к разработке некоторых регламентов, некоторых политик обслуживания вашего приложения. То есть вы тоже должны подумать, как вы будете там бэкапиться, как вас будут поддерживать ваше приложение, как инфраструктуру для него настраивать. Именно на этапе требований вы это заложите, и потом в поддержке это уже будут использовать. Потому что если вы, например, делаете продукт коробочный какой-нибудь, все, вот он улетел, как ракета, и что там с ним будет, непонятно. Вот что вот заложили, то и будет. Теперь более детально про требования по безопасности. Собственно, из каких основных пунктов оно состоит. Это, прежде всего, конфиденциальность. То есть мы пытаемся обеспечить некоторую конфиденциальность к нашим данным, к нашим зонам наших сервисов, к каким-то функциональным элементам. В частности, обеспечить приватность данных. То есть не показывать каким-то пользователям то, что они не должны видеть, показывать там только одному пользователю что-то. Разграничивать доступ. В принципе, тоже такая похожая вещь. То есть кому-то что-то можно, кому-то что-то нельзя. Все это, в принципе, вам известно. Вот эти два пункта. Целостность данных обязательно входит в требования по безопасности. Непосредственно подразделяется на проверку подлинности данных. Это когда мы можем непосредственно убедиться, что кто-то, именно тот-то, кто нам эти данные присылает, что эти данные именно от того источника, когда мы их можем провалидировать, что они там соотносятся с какими-то данными. Защита от искажения данных. Ну, понятно, да, то есть обычным криптованием решается. То есть как-то мы пытаемся, чтобы при передаче наши данные проходили между нашими сервисами именно так, как требуется. Доступность. На самом деле есть отдельное требование нефункциональное по доступности, но в рамках безопасности обычно его тоже выделяют, по сути, ради того, чтобы защищаться от denial of service. То есть мы явно выделяем требования о том, как и с какой минимальной, допустим, производительностью система должна работать, когда ее пытаются там задосить. По аудиту требования. Аудит в приложениях, в принципе, очень полезен. В частности, чтобы безопасники потом могли проводить некоторую форенсику, там исследовать, что у вас произошло, и вам надо ставить требования по аудиту, чтобы их тоже реализовывали. Вот. Ну, собственно, это то, из чего оно состоит обобщенно. Давайте поговорим о том, как правильно формулируют требования, чтобы оно было достаточно, полно и понималось всеми участниками процесса разработки. Для этого, собственно, в архитектуре существует такое понятие, как сценарий нефункционального требования, такой подход. Вот. Сценарий у нас состоит из шести основных компонент. То есть что нам обязательно в центре? Теперь у нас наш артефакт. Это обычно там сервис или наши данные. Артефакт, источник стимула, применяет некоторый стимул. Причем стимул применяется в некотором окружении. И потом наш артефакт выдает некоторую реакцию, которую мы можем померять как-то. То есть существует некоторое измерение реакции. Ну, вот здесь я вам привел простейший пример, да, по безопасности. Какой-то неизвестный пользователь вводит логин в наш SSO-сервис, который находится в режиме онлайн и торчит в публичную сеть. Вот. И наш SSO-сервис валидирует этот логин. И мы требуем, чтобы он валидировал не менее пяти секунд. Вот. Более детально в формулировке требований по безопасности источником стимула обычно является пользователь либо другая система. При этом пользователь вы сами можете подразделять. Это может быть там неизвестный пользователь, аутентифицированный, авторизованный, неавторизованный, с одними правами, с другими, имеющий доступ к одним, ко всем данным, к ограниченным. Все уже согласно требованию. Стимулом обычной безопасности является либо атака, либо попытка атаки на систему. Под артефактом мы понимаем сервис в целом, на который сочетается атака, либо его данные отдельно, например. Ну, иногда может быть каналы связи между сервисами тоже. Окружение, в котором может находиться система, ну, тут на самом деле может быть бесконечный список. Вы должны сами думать, в каком окружении вы сами ставите свою систему. Да, ну, обычно это рассматривают онлайн, оффлайн атаки. Ну, онлайн это типично, допустим, там, по каким-нибудь запросам попытаться пробиться инъекцией, там, запихнуть сервис. И оффлайн атаки никто не отменял того, что ваш сервер тихо там, поставив коньяк в актеру, вынесут и ваши данные возьмут. Тоже иногда надо от этого тоже защищаться. Под нагрузкой находится система или нет? Подключена ли она вообще сети? Как она расположена в сети? То есть опираетесь на то, что она в демилитаризованной зоне, там, за персональным фаерволом, или вообще торчит в открытую сеть. То есть у вас будут разные подходы в зависимости от окружения. Ну, реакция, которую может производить система, тоже зависит от того, что вы формулируете. Да, обычно это антификация авторизации пользователей, там, произведение аудита каких-либо действий вообще, введение лого-транзакций, например, базами данных, антификация о происхождении каких-то операций, типичных, нетипичных в системе. Ну и что мы можем померить на этой реакции? На реакции безопасности обычно меряют само время выполнения операции, например, для авторизации, аудентификации, собственно, сложность или время восстановления после проведенной атаки, вероятность обнаружения, там, или идентификации самого источника, то есть кто там на вас это произвел, ну, и проценты доступных сервисов, если они падают, или потерянных данных. Вот пара примеров, как, собственно говоря, корректно формулировать эти требования. Тут я цветами немножко поиграл вам, чтобы показать, что есть что. То есть, допустим, индицированный пользователь с правами администратора изменяет содержимое каталога. Тут явно, кто у нас стимул, где у нас стимул, точнее, кто у нас источник стимула, то есть какой артефакт изменяется, в каком окружении дальше. Соответственно, в течение дня нам задает это, собственно, измерение, да, мы явно ставим срок, вот, возможно, определить, кто изменил каталог. Это, собственно, реакция системы. Вот, ну, и второй пример, то же самое про вот изменения данных хакеров. То же самое примерно. Ну, собственно, когда мы сформулировали, все понятно. Ну, какие особенности есть у сформулировками вообще подхода требований по безопасности дальше? Ну, во-первых, чтобы формулировать требования по безопасности, надо немножко знать и Б, да, то есть тут волей-неволей приходится. Вот, не все разработчики это знают, на самом деле. Ну, многие не любят это дело, разрабатывать требования по безопасности. По крайней мере, мне мой опыт показывает. Это обычно самая искучная задача у разрабов. Вот. В заказчиках обычно не формулируют. То есть это хорошо, если вы там разрабатываете что-то для финансов там, да, и для банков. У них это обычно в формулировки входит. Ну, стоит нам оттуда отойти, и вам скажут, ну, что с безопасностью? Ну, все должно быть безопасно. Все. Да, то есть, по сути, сформулировать их исходно обычно в формулировке это не делает. Соответственно, это уже ответственность архитектора или ответственность разработчиков пойти, поставить вопрос, а как это будет, а что будет, проработать эти требования и создать запрос на это. Потому что иначе ваша система может и не полететь, собственно. Что хорошо, есть стандарты. Поскольку, как бы, security у всех на слуху, уже стандартов много разработали, в частности, два вот этих. Они как раз-таки про архитектуру этого дела, как с этим что делать. Ну, PCI-DSS, например, карточные безопасники. Ну, и стандарты, в основном, садили ум по безопасности. Ну, если позволяет время, возможность изучить, что-то применить у себя, хорошо. Теперь, если все-таки формулируете сами какие-то требования по безопасности, есть особенность в том, что приходится думать негативным ключем. Ну, это, наверное, вот у этого требования еще есть availability, вот эта доступность требования. Вот тоже надо думать негативным ключем. То есть, когда вы формулируете какой-то use case, вы не просто думаете, а что система должна делать, а что будет, если нет? Если какое-то из условий там не выполняется, или что-то не так. Ну, например, если мы возьмем какой-нибудь use case типа пользователя, вот в банкомате снимает деньги, да? Давайте, если мы будем задавать какие-нибудь негативные вопросы, а если это не он? Ну, хорошо, давайте дадим ему карточку, он будет вставлять ее в банкомат, да? Она будет подтверждать, что это типа он, там номер счета на ней записан. Хорошо, а если карточка не у него? Ну, давайте, как бы будет вводить PIN, да? Вот PIN знает только он, мы это как-то удостоверимся, что только он знает, и все. Ну, хорошо, а если он карточку не забыл в банкомате? Ну, что будем делать? Ну, напоминание, удержание. В принципе, а если можно продолжать, да? То есть сколько вы будете веток строить негативных в своей истории, это исключительно ваша задача. Но что делать, да? Если мы построили их очень много, то есть вот напридумывали этих требований, там детализировали, там пригласили безопасника, он нам помог эту простыню продолжить. Ну, вот мы уже потихоньку переходим в анализы проектирования, да? То есть надо проанализировать то, что мы там наформулировали. Вот. Ну, естественно, все требования не реализуешь. Это у всех есть дедлайны, всем надо, наверное, короткий time-to-market делать. Ну, что с этим делать? Обычно мы приоритетизируем, правильно? Если мы что-то не можем сделать в полном объеме, мы ставим приоритет, что-то отсекаем. Ну, из каких-нибудь попугаях это померяем, там low, medium, high. Есть метод, собственно, architecture trade-off analysis method, а там такая небольшая системка, я потом ссылку дам, где ее почитать. Вот. О том, как, собственно говоря, это анализировать и что с этим делать, с этими требованиями, какие выполнять, какие не выполнять. Ну, вот он предлагает над одном из этапов померить требования следующими вещами. Первое – это важность для успеха системы. То есть нужно ли это требование для того и насколько оно важно для того, чтобы ваш продукт вышел, для того, чтобы он вам пришел к успеху, да, то есть начал там деньги приносить или что вы там считаете у себя успехом. Сложность разработки. Это уже, собственно, архитектор с разработчиками обычно оценивает, да, то есть вот мы придумали требования, скажите, а вот за сколько вы его сделаете, там, какой риск того, что вы его не сделаете, и во что вы упретесь, тоже оценивается в этих же попугаях. И для безопасности еще часто применяют риск атаки, собственно, для системы, да, то есть насколько эта атака, которую вы в требовании сформулировали, вообще вероятно, и насколько она принесет ущербы системе, ее работоспособность и так далее. То есть вот, ну, собираете вектор, смотрите на него и думаете, что отбрасывать, что не отбрасывать. По крайней мере, как померить, оно есть. Ну, когда проанализируешь, собственно, какие у нас есть тактики, как нам работать с требованиями по безопасности. Ну, тактики архитекторские делятся на три основных пункта. Это защита от атак, обнаружение атак, восстановление после атак. И, наверное, вот именно защита, это то, что больше к разработчикам, к организации разработки, все остальное, оно работает как бы уже после. Ну, аутентификация, авторизация пользователей, это уже заезженная тема, обязательно практически везде делается. Ну, поддержка секретности данных, то есть мы каким-то образом ограничиваем доступ к нашим базам данных, шифруем наши данные, там, при передаче по каналам, тому подобное. Поддерживание целостности. Ну, тоже либо вы подписываете как-то данные свои, либо вы как-то валидируете это дело, ну, практически тоже. Ограничение доступа к ресурсам. Это уже часто происходит уже на этапе деплоя практически, когда мы там ставим какие-то фаерволы, ограничиваем порты, стараемся, там, вот эту дельметризованную зону создаем, куда ходить не надо. Это уже вот к этому. Ограничение воздействует. Такая более хитрая вещь, она базируется на теории вероятности, наверное, когда у вас, допустим, есть физический сервер, и вы там развернули несколько сервисов, они каждый торчат endpoint. Вот чем больше вы сервисов на одном сервере развернули, тем уязвимее этот сервер потенциально. То есть хотя бы один достаточно пробить, и можно там получить доступ уже к данным другим. Поэтому в ограничении воздействия обычно советуют просто разносить эти сервисы по разным серверам. Соответственно, если один свалился, или его там с ним что-то сделали, остальные все еще доступны. Ну и здесь не написано, но я лично вот часто применял. Иногда можно еще скрывать присутствие своих сервисов или скрывать их натуру, потому что первое, что делает атакер, он пытается сделать некоторую разведку. А что у вас стоит ZPO? А вот что у вас за сервисы? Ну, чтобы понять, как атаковать. Вот недавидуще тут рассказывали про сканирование, да, что они оптимизируют сканирование, зависит от того, какой сервис у вас стоит. То же самое будет делать атакер. Он посмотрит, какой стоит, узнает, какие у него уязвимосты, и начнет их применять. Я на своей практике помню, это самое, ИСП, по-моему, на Винде, он выдавал, что я, типа, прямо в хедре ответа вам, в HTTP выдавал, типа, на мне ASP.NET стоит. И еще там ASPX-странички выдает. Ну, вот убираешь эту галочку и читаешь влоги атаки на PHP сервер. Вот так вот. Они совершенно не работают на ASP.NET. Такое, сказать, security by security. Обнаружение атак это обычно применяются какие-то системы, да, то есть, либо у вас там firewall стоит, content point security, либо вы логи умеете анализировать сиемом каким-нибудь. Восстановление после атак тут интересно, что туда относят, в том числе, и обнаружение атаки по аудиту, потому что иногда важным при атаке является именно как восстановление после некоторые юридические действия, то есть найти, кто это сделал, пойти наказать его или там снять с него денежку. Вот. Ну, восстановление данных о работоспособности это прям как при доступности требований, то есть вы должны описывать процедуры, делать, как вы будете с бэкапа восстанавливаться, там и так далее. Все это приложение должно поддерживать. Ну, и чуть ближе к земле уже проектирование к паттернам и подходам, да, их в принципе есть достаточно много, но я вот опять же в силу ограниченности времени и в силу, наверное, специфики выделил шесть пунктов. Во-первых, наверное, кратко расскажу. Ну, separation of concern, это, собственно, базовый инженерный принцип, да, когда вы что-то проектируете, разрабатываете, надо стараться разделять, да, разделять ответственности, разделять логики, разделять… Ну, да, в общем, все разделять пытаться. Вот, соответственно, с точки зрения все, что у вас связано с безопасностью, тоже надо стараться уносить на слои, которые с этим отмечают в вашем приложении, вытаскивать это в отдельные модули. Это позволяет, во-первых, концентрировать свои усилия по безопасности именно в этих модулях. Но все-таки не стоит забывать, опять же, не все разработчики хороши в ЭБ, да. Соответственно, чтобы ревьюить какой-то ЭБ, надо либо ЭБ-специалист приглашать, либо там разработчик брать, который в этом хорошо разбирается. Соответственно, чем меньше кода у них будет, который анализируют, тем лучше. Вот, ну и плюс тем, кто не особо разбирается, чтобы они там и не кодили, а в других местах кодили. Ну, security infrastructure — это такой соу-паттерн, хоть соу уже все-таки такой устоявшийся более-менее древний паттерн, но security infrastructure — это, по сути, делегирование вашей безопасности на готовую безопасную инфраструктуру. Например, вы там, вместо того, чтобы не строить, не поднимать свои сертификаты, каких-нибудь своих SSL-поинтов, вы просто говорите, что мои сервисы там будут связываться с каким-нибудь SSH, там, или VPN-туннелем, уже защитные, и не надо уже на уровне приложения париться о том, там, безопасная у вас передача данных или нет. Ну, или шифрование применять там какими-то готовыми встроенными средствами в SHD или во что-нибудь. То есть, опять же, вам не надо париться на уровне приложения, вы просто делегируете это. Про остальное я поговорю чуть подробнее. гексагональная архитектура. Относительно модерновая вещь, наверное, в представлении, особенно, когда потом на микросервисы все это стали переводить, позволяет посмотреть вообще на ваш аппликейшн, как на такую, как на сложную систему, немножко ее разложить и внести некоторую роду ясность, что у вас происходит. Это с точки зрения разработки. С точки зрения безопасности, чем хорошо? Давайте посмотрим. Да, у нас вот внутри, собственно, аппликейшн лейер, то есть, где у вас вся логика бизнесовая торчит. Некоторые порты, которые связывают там с базами данных, там с клаудами, с другими сервисами и некоторые адаптеры, которые на уровне кода связь эту обеспечивают. Глядя на эту картинку, по-моему, просто уже по безопасности понятно, где, скорее всего, у вас бить будут, да, ваши приложения. Оно по периметру все. Вот. И вот здесь вот, собственно, можно посмотреть, что некоторые связи, они у вас там, допустим, более безопасные, некоторые менее безопасные. Но взять просто и разметить для себя и понять, а где мне больше прикладывать сил, то есть, на уровне аппликейшн, на валидацию, то есть, или на какую-то безопасность, то есть, усиление. Ну, то есть, как пример, я раскинул, да, вот база данных у нас обычно считается, что у нас довольно надежно все с ними, и мы там не защищаемся. Ну, а с клаудами там или с браузерами, да, вот здесь мы сразу ставим кучу беззащитных мер, там, сейчас Щербаков много про это рассказывал, да, как вот защищаться от веб-опи. Вот. Ну, позволяет, в общем, прикинуть, где какие требования усиливать, где усиливать разработку этого дела. Сингл-сайн-он. Ну, довольно известная вещь, да, изначально как бы разрабатывалось, чтобы можно было с одним логин-паролем там посещать по куче веб-сайтов, и, наверное, все с этим знакомы, там, и Google, и Facebook имеют свои сингл-сайн-оны. Ну, и для разработки тоже вещь, в принципе, полезная. Чем? Если у вас несколько сервисов, там, несколько приложений, которые вместе связаны, вам не надо реализовывать логику аутентификации на каждом из этих сервисов. Обычное SSO содержит identity provider в себе, который они могут использовать, вот, и к нему уже обращаться за тем, чтобы понять, а запросы-то пришли от этого пользователя, не от этого. Вот, опять же, вам не надо это разрабатывать. Зачастую можно взять какой-нибудь middleware или обратиться к готовому уже SSO, например, Google, который предоставляет. Все зависит от вашего приложения, опять же. Вот, ну, если сами разрабатывать, опять же, концентрацию усилий именно здесь, да, про всю аутентификацию, про пользователей, вы думаете, в этой точке. Авторизации, тем не менее, надо делать на сервисах, да, потому что логика авторизации, она обычно очень кастомная. Вот, чистый перечень протоколов, которые сегодня позволяют делать вот эти синглы сайном, там, OpenID Connect сейчас очень сильно, по-моему, развивается, даже надстройки на нее есть. В S-Federation сам уже такие отцы-деды, можно сказать. Да, да, соглашусь, но OpenID Connect работает на нем. Про ивент-сорсинг немного расскажу. Такой тоже довольно гибкий подход вообще к разработке ныне, когда мы представляем состояние некоторого сервиса как некоторую суперпозицию событий, да, то есть последовательность их примененных. По сути, храним в базе данных мы только события, не состояние, и состояние из него восстанавливаем. То есть состояние в вент-сорсинге – это, по сути, последовательность примененных событий. А событие – это когда мы к состоянию применяем некоторую команду, то есть хотим что-то изменить в данных, добавить, все, мы изменяем команду, она применяется к состоянию, на основании этого формируется событие, что да, вот это произошло, и оно записывается в базу. Ну, примерно, например, состояние счета – да, это сумма транзакций. Например, да, то есть мы пишем перечень транзакций, всегда их сложив, мы просто можем получить состояние счета. Причем какие плюшки сразу видно, да, на любой момент времени это можно получить. Зависит от того, как мы это проиграем. И некоторые плюшки с точки зрения безопасности, если вы используете какое-то хранилище для событий, оно требуется только append-only. То есть вам не надо их менять, они все обычные mutable, поэтому можно ограничить там изменения, никто вам ничего уже в прошлом особо не подпортит. Какую можно еще плюшку поиметь от, собственно говоря, событий с точки зрения безопасности? А давайте писать пользователю, которые эти команды делают прямо сразу. Мы сразу получаем в каждом событии, из-за кого, допустим, эта транзакция произошла. То есть мы получаем автоматический аудит событий. Достаточно их там проиграть, куда-то вывести, и мы уже видим аудит того, что у нас происходило. Собственно говоря, вот посмотрев на этот пример, допустим, потом придет вам кто-нибудь уже на это, на последнем туре, скажет, что-то на нашем счету там на 100 рублей больше. Ну, пошли потом с безопасниками и выяснили, о, а здесь либо какой-то сбой был, либо атака какая-то. Ну, допустим, там, Катя у нас не авторизована уже 3 месяца, уволилась как она, почему-то от нее транзакция светится тут. Вот. Ну и также этот механизм позволяет с точки зрения разработки довольно быстро компенсировать или восстанавливаться после сбоя, да. Обычно события горилл имьютабл, поэтому мы делаем некоторую компенсацию в конец, это довольно шустро, без каких-либо даунтаймов. Такой вот, в принципе, удобный подход к разработке и безопасности можно. Ну, что получить интересного. Гейткипер есть такой тоже еще подход. Паттерн, собственно говоря, микрософтовский. О том, что вы делаете gateway protection на некотором публичном API, и ваши сервисы прячутся на доверенной API. Вот. То есть здесь уже можно как бы и меньше о безопасности думать. Он, в принципе, может работать, как некоторые L7 Firewall, то есть проверять, что у вас там, какие запросы приходят, санировать их как-то, валидировать. Вот. Ну, с точки зрения, так безопасности выглядит вроде окейным подход, но имеет кучу минусов с точки зрения разработки безопасности в том числе. В частности, сам же Microsoft явно говорит, что, ну, вот не надо вот здесь вот забывать о безопасности. Ну, пройдут к вам другим каким-нибудь окольным путем туда, и все равно эти каналы должны быть защищены. Все равно, потому что могут прослушать. Ну, и, собственно, при разработке, особенно сейчас, когда микросервисы в моде, когда логика вся концентрируется в сервисе, валидировать запросы к нему вот здесь, то вам надо, что, соответственно, в двух местах, что ли, держать эту логику, править в двух местах как-то, а выкатывать как потом синхронно. Ну, поэтому, не знаю, я бы не рекомендовал этот паттерн вообще использовать, но, тем не менее, видите, он существует. Про разработку. Про разработку я уже меньше скажу, все-таки больше про требования проектирования. Ну, какие-то там пару комментов оставлю. Ну, ревью. Ревью, конечно, у нас никто не забывал, все его применяют, да, но с точки зрения безопасности тоже имеет место быть. Вот этот вот кейс, честно, вот видел в жизни сам. Просто какой-то программист, видимо, увольняйся, оставил. Вот. Ивал исполняет в PHP любую строку, собственно, прямо в шеле, да. Ну, такая вот закладочка, примитивная, но валялась. Было забавно на нее смотреть, да. Так что ревью вас, в принципе, защищает. Когда более доверенные люди как бы проверяют код, смотрят на эти вещи. Ну, также инъекции там поймать можно и так далее. Ну, вот, опять же, вспоминая старый доклад, про который Щербаков тоже поняла, Вова Кочеткова, да, используйте готовый криптоинструмент, старайтесь не писать своих. Ну, если, конечно, это не функционал вашего приложения, прямой, да, чтобы безопасность разрабатывать, а вот именно просто разрабатывать. Ну, лучше готовый, лучше не изобретать, мало ли что будет. Можно попробовать использовать статический анализ кода с безопасностью SAST утилиты, собственно, их довольно-таки много. Вопрос в том, что, конечно, они сейчас довольно сильно false-позитивят, вот, не очень хорошо справляются с сложными приложениями, где там много кода генерации, там много связей и так далее. Но, тем не менее, если оно разработчику хотя бы покажет место в коде, где стоит подумать, он хотя бы туда придет и подумает. Про разработку, наверное, все. Тестирование. Ну, про тестирование все просто. Давайте вспомним, как мы формулировали требования. Если мы их формулировали вот таким вот образом, мы фактически сформировали уже готовый сценарий для тестирования, да. То есть у нас есть окружение, у нас есть кто делает, что делает, с чем делает, и как мерить, и что. Ну, наполните данными, как говорится, и все готово. Ну, кстати, сейчас смотрю на картинку и забыл вам сказать, что, вообще говоря, для минимального требования достаточно вот этих трех пунктов. То есть просто окружение, стимула и реакции. Ну, это тоже полноценное. Ну, зато сформулировали, получили, понятно, как-то стировалось. Ну, с релизом поддержкой говорил, что в требованиях сформировали, то там уже и будет. Хорошо, если как бы это все на ваших еще крутится серверах, там как-то сами можно поддерживать, дальше security прокручивать. Ну, это уже другая история. Это уже не про требования. Ну, и где что почитать вообще по этому делу? Вот хорошо раскрыты, собственно говоря, сценарии вот этих атрибутов качества в Software Architecture and Practice. Просто классика, наверное, архитектуры. Здесь вы можете почитать про АТАМ, то есть как, собственно говоря, работать с требованиями. Про Event Sourcing, в принципе, неплохо сам Fowler описывает. Ну, есть еще куча источников, просто все здесь не будут приводить. Про гексагональную архитектуру можете почитать, довольно интересная тема. Ну, и соу-паттерны, если кто забыл, вот много очень практических вещей есть у этого автора, у него книжка еще есть соу-паттернс. Вот, конечно, некоторые уже не в ходу, но вот по безопасности, по-моему, практически все. Все, спасибо вам за то, что досидели, послышали. Если есть какие-то вопросы, уточнения, давайте. Спасибо, Кирилл, вопросы. Спасибо за доклад. Если можно, следующий вопрос. Что вы как архитектор можете посоветовать аудиторам? Поясню. Ну, часто встречается ситуация, ну, вот на конкретном примере проводили аудит информационной безопасности, мессенджеры нашли на количество уязвимостей, которые с нашей точки зрения являются критическими, потому что приводит, например, к возможности проведения нарушителем доз-атаки, которая выводит из строя фактически. Всю сеть пользователей, ну, внутрикорпоративный мессенджер, связан это, как мы выяснили, с некоторыми недоработками, которые были допущены на этапе проектирования. Мы, соответственно, описали для заказчика эти проблемы, а архитектор сказал, что поскольку архитектура была проверена другими людьми, утверждена и уже, собственно, проведена разработкой, получен готовый продукт, то это вообще не его проблема, и он ничего переделывать не будет. А если и будет, то все равно тогда придется делать заново. Ну, мы как сторонние люди сказали, ну, окей, и, собственно, пошли дальше. Вот, что вы порекомендуете, какие можно аргументы переводить убедительные, чтобы архитекторы выступали на нашей стороне и как-то становились заинтересованными в исправлении каких-то своих косяков? Интересный вопрос. Знаете, наверное, это вопрос больше не в архитектора, который говорит, я ничего менять не буду. Он будет менять, если его попросят об этом. Все-таки обычно не он руководит постановкой задач, постановкой требований, которые берутся там в разработку или в доработку. Поэтому, может быть, там от лица того архитектора, ну, просто сам архитектор говорил от лица кого-то еще. Архитектор может очень убедительно аргументировать, почему это не нужно делать, к сожалению. Потому что он гораздо лучше нас представляет то, как устроен продукт и какие, для выполнения каких именно требований, например, функциональных, были сделаны те или иные, ну, были приняты те или иные решения, которые повлияли в дальнейшем негативно на безопасность. Да, да, в этом плане вы правы. Ну, опять же, говорю, все зависит от приоритета, да. Если у них был другой приоритет, они делали ставку на него, не на безопасность, а это так делается очень часто. Особенно, если реально у продукта короткий time-to-market, и никто не хочет об этом задуматься, надо быстрее куда-то что-то запилотировать, внедрить и все. Ну, для вас какая бы аргументация со стороны аудиторов была бы убедительна? Эксплойты. Ну, кстати, да, вопрос хороший, совет правильно подсказывает. Да, действительно, какая-то ответственность, какая-то, если мы что-то нарушаем, что можно реально аргументированно передать наверх. А то, что вот нам сказали, что реально это опасно, это все будет там падать или миссьюз какой-то иметь, ну, честно, это могут даже не услышать. Просто не услышать. То есть это должно быть что-то серьезное, что реально влияет на организацию. Тогда, может быть, архитектор примет тоже такое решение, что надо вот это идти и менять. Потому что, если, как говорится, действительно в базовой архитектуре что-то мы не заложили по этим требованиям, менять это потом тяжело. Спасибо. Можно я добавлю, да, что вот на опыте самым действенным аргументом является демонстрация эксплуатации уязвимости. Попугать. Попугать, так сказать. Ну, какие могут быть аргументы у кого-либо, когда… Ну, вот я взломал. Именно так. Чтобы давать ответственность, нужно еще дать полномочия что-то решать. Архитектор обычно не решает постановку задачи. Еще вопросы? У меня микрофон, может, вопрос? Да. У меня, значит, во-первых, не совсем понятно, как из вот этой схемы пропала модель угроз, да, как мы формулировали требования по безопасности без модели угроз. Как-то, мне кажется, упущение. И по поводу анализа требований у нас как-то получилось, они оторваны от других, от связанных. Мы же не можем разобрать архитектуру там, учитывая только требования по безопасности, да, нам нужно учитывать требования там нефункциональные там по правительности и другие. Вот как-то, во-первых, не всем понятна связка с другими требованиями, что мы должны разобрать архитектуру в комплексе, да. Вот здесь получается, что мы только сфокусированы на одном без учета других, то есть они между собой конкурируют, да. Требования по безопасности конкурируют там требования по производительности явно. И во-вторых, при анализе, мне кажется, еще упущение в плане анализ требований не противоречивалось между собой. То есть не противоречивалось между другими требованиями по производительности и внутри требований по безопасности тоже. Да, да, вы абсолютно верно сделали замечание. Просто, опять же, у меня немного ограничено время. Можно было растечь и про все требования рассказать. Мы долго сидели довольно. В целом, да, я абсолютно с вами согласен. Да, требования мы приоритизируем не только в линейке безопасности. Мы действительно приоритизируем во всей линейке. И действительно, если что-то чему-то противоречит и что-то более приоритетное, то, скорее всего, мы откажемся. И действительно, часто, как вы сказали, вот как сейчас пример привели, часто от безопасности отказываются. В пользу чего-то еще, что можно на рынке проще продать, чем безопасность, например. Еще, может, маленькое такое дополнение, вопрос к этому. Какие вот вы лично на вашем опыте, практике СДЛ у вас показывают не больше эффектов? На нашем опыте. Ну, собственно, на нашем опыте тяжело довольно сказать. Как-то они были для меня поставлены, поэтому я, наверное, не отвечу на этот вопрос сейчас. Вот. Спасибо. А вот подскажите, вы рассказывали про программные продукты. А если нужно разработать какой-то программно-технический комплекс, вот это все насколько, вот то, что вы сказали, актуально, про требования, про тестирование? Или тут, в принципе, тот же самый подход с юзкейсами совсем? То есть тут уже такая операционка, аппаратура вмешивается? Ну, да, да, в том числе. Подход, на самом деле, примерно тот же самый, да. Сейчас просто я больше склонялся к подходам разработки, да. Все это мы тут про девелопмент говорим. Но в целом, да, это архитектурно-комплексный подход. То есть там работает не только там application architect, но и systems, да. То есть мы смотрим на какие системы, как мы задачу решаем в целом. Сейчас, как я говорил, да, мы можем делегировать на инфраструктуру. То есть тогда у вас уже решается это другими средствами. И да, то есть все полностью применимо для сложных систем в том числе. Ну, вот этот вот метод юзкейсов, он, соответственно, может, то есть он и для разработки, и для тестирования, и там же может также применяться? Да, да, абсолютно верно, да. Это общий комплексный архитектурный подход. Спасибо.